Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, это у нас ничего интересного Здесь прям так темновато Потому что За холмами Скрыто солнце, но вот теперь лучики Попадают Так сказать, на нас Так, у нас тут есть некий сталкер Даже двое Я наверное буду сейчас остановить запись Вот как далеко прошел Пока прогружалась Что, ты можешь со мной поговорить? Здорово А ну быстро упал! Ух ты ж А вот это, друзья Тут наши усталки Брата завалили Так не пойдет Так, один откинулся Нужно перебраться поближе Ой, как они тут попадают Нехило Так, тут еще кто-то есть Блин, с этими патронами Скалашниками Конечно Неохота их тратить Ладно И посмотрим, что имеет У нас этот труп Ну, в принципе Мы нашли, кстати Свой первый тайник В этой игре Блин, сразу патроны с пояса пропадают Так как Как только, кстати Подбираешь новые патроны с трупов Пропадают патроны Которые у нас лежали на поясе Это, кстати говоря И очень-очень плохо О, новая гранатка F1 теперь Бандиты, кстати говоря Приходят со стороны Темной долины Это тут обычно Такой вот спаун на локации И из Темной долины Там у нас бандиты Заправляют, приходят Именно Они Сталкер этот куда-то смотался Они здесь Походу просто так ходят Бродят И вот этого, кстати Жалко Убили парня Ну-ка давайте посмотрим Что у него было интересного Что ж, Кабаруза Зря пропадать Конечно же Его никто не обыскал И У него есть Новая пушка Так сказать Который у нас еще не был В этой игре Это MP5 Здесь вроде больше Ничего интересного нет Сталкера нам Спасти не удалось Но вот мы ввязались В такую вот Чем-то даже Интересную Перестрелку Артефактов Честно говоря Я пока никаких не вижу Нам же оба Обещал здесь Уйма артефактов Но я думаю Мы их непременно Найдем Историю прибоя Там было то же самое И такое же здание Нам тоже нужно было Отправиться На агропром Так Ой Там нам кстати говоря Бегают кровососы Друзья А вот это очень плохо Хуже некуда Я могу сказать Но правда Патронов У нас достаточно Ну вот это вот Кстати Очень будет нам кстати Как ни крути Немного медикаментов Струпа Ну-ка давайте Куда там перестреливаются Ну-ка 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 Давайте поможем Сталкеру О боже Помогли Называется Да Отлично С одной бомбой Перестреляли двоих Но друзья Как вы понимаете Я думаю Сталкеру было помочь Очень сложно Я боялся Так Там еще стрельба Я боялся Скорее уж Его застрелить Чем Ладно Это уже слишком далеко А То есть Это уже там В нас могут Сейчас стрелять Я скорее Это сталкеру Безустрел Чем Убил Кровососа Патроны у нас Все прибавляется И прибавляется Это очень Кстати Нам будет Так Давайте обыщем Еще одного Кровососа Щупается Хоть и ничего Не стоит Но Все же Когда-нибудь Наверное Можно будет Продать Мы уже Собственно Приблизились К нашему Надо быть аккуратным К нашему входу На ней Агропром И собственно Переход находится Вот здесь Я пойду Именно через эту Дырочку Не знаю Почему Но Я думаю Не хочу туда бежать Какой мне От этого Так сказать Толк Если можно Пройти здесь Что ж Встретимся Тогда уже На ней Медприбор Как он здесь Называется Ну вот Мы уже На ней Медприбор Тут Кругом Зелено Зелено Хотя на свалке Было все По другому Так Сразу приходит Сообщение От жабы Военные Продолжают Что-то искать На территории Медприбора Скоро у них Ожидается Подкрепление Будь осторожен Да Ясненько И нам Сейчас Бежать С вами Посмотрим Вот сюда Нам нужно Сюда я даже Наверное Не пойду Потому что Помогите Кто-нибудь Я на территории Завода За стернами Скорее Здесь Это что-ли Вот они Цестерны Ну ладно Почему метки не появилось Вот это вот я не знаю Честно Видите Сразу сообщение Немного пришло Но почему И что это такое Выброс что ли Подождите Ответить на сигнал СОС Ага Нет подождите Друзья Так не пойдет Я хочу сказать Нет нет Так не пойдет Друзья Я должен успеть Правда Куда успеть И как успеть Впасть К его И я его сразу Убег Он уже Ох Ура Пусть Сотказал Давайте Коментерат Я думаю Он поможет Все Думаю Мы спаслись С вами Вот такая Вот как бы Неожиданная Резкая Развязка Но мы С вами Спаслись И это Самое главное Я думаю Вам сейчас Будет Достаточно Громко Все слышно Ну да ладно Здесь Кстати Какой страны Военных Нет Вот у нас Сигнал СОС Сразу Отображается И сразу Сигнал СОС У нас Вот такая Вот штука Так у нас там бушует Я пока не пойду Немного Давайте подождем Я вам кое-что Расскажу Вот после того Как на меня Напал Собственно Один из Сталкеров Ну не сталкер А бандит Так сказать Я его убил Взял с него Чуть-чуть Интересно Он кстати Выброс Пошел Прямо Думаю Как все Быстро Закончилось Да Сразу Спаун Происходит Здесь Несем Собственно Так Это можно Все собрать Фонарик Некий Лежит Ладно Я вам рассказать Хотел Про этот Вот Так сказать Артефакт Называется Ржавый волос Но это Никакой не артефакт Так как он Не имеет Никаких Полезных Свойств Но тут написано Что это Элементарный Артефакт Органической Природы Пучок Жестких Волокон Лишайника Грязного Ржавого Цвета Полезными Свойствами Не обладает Объект Продажи Имеет Вторую Промежуточную Степень Нормальной Светимости Он стоит Около 250 рублей Я думаю Вам нужно Будет Спокойно Продать Давайте Сохранимся Чем чаще Мы сохранимся Тем лучше Я точно Не знаю Где у нас Находятся Эти сталкеры Ну здесь Вот еще Можно Бин взять У нас С весом Пока вроде Все в порядке Но вот эта Пушечка Она мне В принципе Не пригодится Я думаю Ее все таки Где нибудь Скинуть Потому что У нас Пистолет Дробовик Пистолет Конечно же В скором Время Тоже Поменять Придется Какой нибудь Дезерт Игл Конечно Идеально Но Так Это у нас Типа Новогодние Украшения Или что Так Подождите Это Эти Не те документы Так сказать Сидорович Точнее Жаба Говорил же Что Тут могут Лежать Всякие Разные Документы Но Ему Нужны Только Документы В кейсе Значит Мы Бежим Дальше На второй Этаж Сюда Вот здесь Нужно Будет Аккуратно Потому что Думаю Здесь По-другому Кто-то Есть Наверное Все-таки Наверху Но нам Нужно Исследовать Каждый Этаж Фонарик У нас Работает Все Нормально Достаточно Никого нету И Ничего Нету А вот Они Кстати Документы Документы У Нормально Субтитры делал DimaTorzok 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 здесь и точно ясно все нам нужно еще на последний этаж по моему еще один этаж нет разве ух ты какие военные у нас вошли вот кстати пистолет другое у нас тут сразу какие то пролагивания это очень странно ну то есть все выход вверх ясно ну что ж такое то задолбали меня эти вояки надо следить за ними поаккуратней так ну этот обычно у нас парниша так сказать так этот слепой парниша так давайте еще повесим на пояс не будем их ждать потому что по другому никак так давайте сохранимся в принципе мы свое задание выполнили я сейчас могу сразу отручить запись и бежать к Жаве обратно но нам нужно еще отсюда выбраться я думаю это будет интересно и плюс отправиться на сигнал сос посмотреть что у нас там да друзья здесь конечно была очень жесткая миссила так сказать ну спасибо вот этим двум воякам которые собственно тут все и сделали потому что если бы не они то я бы собственно здесь не справился потому что смотрите сколько трупов больше здесь никого не осталось вроде бы всех перебило ну может быть где нибудь еще мутанты бродят но с этим зданием вроде бы все покончено здесь ничего нет и сейчас я отправляюсь так сказать на сигнал сос так ну что у нас тут насчет этого сигнала я поспал немного и так сказать здесь у нас кто-то есть ну-ка о боже я что-то такое припоминаю друзья то ли что-то связано с зумом так я знаю монстры так и шерпича прячь полыну потом потолку как ты сталкиваешь что ты здесь делаешь собирая заразы не углядел пока заплате охотился подкрылся со спины не тряпись побери силы ты чуть не подумал я знаю спасибо сколько я тебе должен но что с тебя возьмешь альтруисты в зоне долго не живут я не альтруист может и когда-нибудь я окажу в исходном положении говорят что ты из грузовика брешут не перебивай я сейчас отдам тебе то что в зоне особенно ценится информация если правда то что тебе говорят ты наверное не знаешь тут было одно такое дело дети какие дети причем здесь дети это было полгода назад какие-то дети из Киева и ближайших сел однажды утром разум ушли в зону власти делать замяли этим пытался заниматься один парень его здесь все звали журналист похоже ты бредишь да не в бреду я встречался я с ним как то он говорил что дети ушли вглубь зоны и он то ли нанял одного профи сталкера от бога по имени стрелок то ли так его самого со временем стали величать в общем как то он связан с этим стрелком продолжай и стрелок этот он тоже ушел вглубь зоны но сначала журналист что то искал на ней медприбор документы не те что вояки раскопали другие их армейцы еще и не нашли и продолжают искать в этом здании что рядом с нами в подвале тайник был я потому и пришел тоже искал говорят ты разыскиваешь стрелка это правда врешут ну как знаешь так в подвале тайник был странно да очень странно держит документы ну как знаешь не хочешь об этом говорить и не надо спасибо тебе за спасение ты только знаешь зомбиру на ней после того за мной погнались как я этим делом занялся и как искать начал вот чёрт слышишь они все еще здесь беги что твои уши надо найти этот тайник не спать ну там было немного по другому вам хочу сказать что сколько у вас извини столкерюк я тебе никак не помогу так опять ты хаут захотел столбал о боже прикол в том что я никак не смогу так вот этого парня вообще никак не убью так кто то там еще у нас перестреливает ну да это не 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 а ну как лень что постоянно еще нормальность а тут радиация иди сюда учились мы чутка так сейчас придется использовать кое-что другое я такой что другое будет не знаю как выглядит да это оказалось проще чем я думал так интересно что сделают себе выстрел в голову так ты вроде умер будем рассчитывать на это сталкер тут кстати еще каким то образом жив так это у нас убивается с двух патронов а это у нас с одного ну когда как ладно давайте еще очень-очень печально я вам скажу постоянно хочет из-за приема медикаментов это принцип логично в принципе мы могли бы сейчас все это сделать с ножа но друзья даже вот видите почему я а вот этот вообще тип не могу я успеть быть диким профил отлично 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 кто то еще по мне стреляет главное не умереть главное не умереть так так это вояки это вояки друзья так откуда они здесь появились уже другой вопрос так карманы ух ты ж вот это очень странно да зомбированные да такое кпк ну мы тут по сути вроде бы всех перебили друзья это не странно но это действительно так ну патронов у нас конечно же осталось очень-очень мало тут некие сталкеры у нас ух ты долго верно ну как обычно да вы приходите после того как уже все сделано да так еще один персональный компьютер с такой довольно странной записью эй плоть так так а где у нас тут собственно подвал в котором еще вот одни такие документы наверное секретные документы номер один они будут называться так кстати значит прицел их тут где то надо искать здорова вот где то здесь вот кстати артефакт это так подождите ты ничего а вот это друзья интересно скажу а найти третью часть информации сейчас мы нашли довольно интересную вещь друзья ух ты здесь сколько всего о боже о боже вы посмотрите я богат так давайте сначала прочитаем что мы здесь нашли флешка флешка легендарного стрелка различные записи есть упоминание о неком журналисте также имеется сведения о наличии спрятанной в зоне ключевой информации разбитой на семь частей всяческих отчетов и записей заметка первые две части документов спрятаны здесь на ней медприборе одну следует искать на крыше одного из зданий заводской части НИИ а другую на втором этаже главного корпуса занятого военной заводская часть НИИ значит это где-то здесь вот как все у нас складывается оказывается нашли кстати АК но он нам в принципе не нужен вот то что мы это ноль штук патронов что-то странное что патроны у нас все на поясе да да а там кстати ведь были патроны но куда они делись ладно просто в углу лежали патроны так нужно теперь здесь собственно здесь больше нет ничего интересного здесь тоже также у нас должны были появиться некие записи в КПК вот у нас вторая уже найдена вот они собственно флешка стрелка различные записи есть упоминания так бала-бала-бала возможно эта информация выведет меня на стрелка вот собственно такое задание так сказать и собственно еще кейс нам нужно вернуть все таки пока мы не имеем прибор нам нужно будет искать эти записи наверное где-то на заводская часть так сказать вот на этой крыше где-то находится что ж я буду искать как только найду вам обязательно покажу ну вот друзья как я в принципе и предполагала вот вылезли вот сюда вот ну я думаю в принципе все поняли где находятся эти документы вот здесь вот мы забираем собственно вторую не подождите найти вторую часть мы уже ее нашли теперь у нас найти третью часть просто здесь немного по порядку и запутано теперь третья часть и эту третью часть конечно будет найти я думаю уже сложнее потому что потому что все не так просто вот этот тайник я нашел ну конечно совершенно случайно я бы все равно нашел но думаю с остальными тайниками будет тоже довольно просто потому что с этим оказалось ну все не так сложно как я думал тут сразу сказано что заметка первые две тут короче сразу описано где их искать мы кстати нашли комбинезон но как я понимаю он у нас так сказать в плохом состоянии даже наш будет получше так что его мы выбрасываем он нам не нужен ну что ж что в этой серии нам осталось сделать так это вернуться обратно к жабе ну дальше что он нам скажет я думаю там все это соединится конечно с сюжетом но друзья как вы уже заметили отличия от таблины Lost Remake у нас уже появились и довольно значительные ну и сюжет конечно здесь уже сразу же является очень очень интересным аспектом игры который стоит обращать внимание так сказать побольше полтергейсты у нас вот есть части мутантов но они по сути они ничего не стоят и я не знаю зачем здесь вообще это так сделано но вояки нам конечно же очень сильно друзья помогли потому что перестреляли большинство этих мутантов в принципе все друзья здесь мы закончили теперь мы отправляемся обратно к жабе убил я одну только что так сказать вот эту вот чернобыльскую собаку которая у нас прям мутила взгляд очень сильно это у нас вырезанные мутанты из как раз из билдовских первой версии сталкера ну что ж встретимся с жабой посмотрим что он нам дальше скажет ну и так у нас кстати труп я его не заметил это наверное вояка да нет нет это сталкер вы смотрите ну и тогда уже будем заканчивать серию кстати гранатка очень неплохо но ничего интересного в этом галаше для нас нет ну что ж отправляемся к жабе так друзья вот тут у нас вот такая вот новость мессер в ангаре в разрушенных складских помещениях есть один специфический артефакт принеси его мне рублями не обижу в ангаре в разрушенных складских помещениях а тут у нас что то интересное так сказать вот здесь вот ясно ясненько нам сейчас туда вот собственно отправляться патроны у нас конечно обделила судьба но ничего я думаю как мы справимся я даже представляю где находится этот артефакт но я думаю будет его достать ужас как сложно кстати вот у нас есть шесть черных колючек которые я нашел тогда на первом этаже как вы помните вот такой вот у нас в принципе артефакт кристаллизируется в аномалии жгучий пух выводит радиацию из организма естественным путем то есть через уши вместе с некоторым количеством крови возможно потери крови через другие отверстия попадается не часто и довольно эффективно чем заслужил себе стабильную цену на рынке артефактов имеет вторую промежуточную степень аномальной светимости это у нас кто такой подождите короче ясно так друзья нам нужно вот сюда вот и тут нужно сделать все очень и очень быстро вообще так сказать вот видите сразу я промедлил ну ничего сейчас мы должны успеть вот такой значок появляется при когда мы устаем очень быстро вот мы начинаем уставать и у нас появляется вот такой вот значок и нам вообще сейчас нечем так сказать организм задобрить свой организм здесь у нас вроде бы никого нету но вот труп труп можно обыскать ну ты умершь а все наконец-то умер нам нужно вот сюда вот друзья да и где-то здесь у нас собственно находится вот этот артефакт да вот здесь вот теперь нам нужно отсюда вообще убегать вообще как просто не знаю интенсивно очень убегать чувствую сейчас накроет я помню это задание здесь мы уже не можем бегать я не знаю куда нам тут вообще убираться наверное вот сюда вот господи 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 бежим нам больше здесь ничего не остается кроме как бежать я думаю я не знаю сейчас всю карту не погонится бежим немного отдохнули бежим нет так это же наши крюки пошли все друзья можно сказать мы освободились куда делся кровосос давайте просто не будем думать об этом мы будем стрелять именно в то место так есть еще патронов они за нами все гонятся и гонятся когда же это прекратится у нас тут по моему есть логово небольшое у сталкеров ну в принципе мы выполнили свое задание вот мы нашли вот эту спираль кстати я забыл что его можно повесить на поиск друзья просто во время ласт ремейки было то же самое все в принципе мы только и с вами освободились главное теперь сохраниться все короче я выключаю запись я уже давно это хотел сказать теперь мы уже точно отправляемся к жабе но конечно вот такое интересное задание небольшое я не мог не пропустить и показать вам ее должен обязан ну и вот после такой насыщенной вылазки мы снова на старом добром кордоне где нет толком настоящих монстров мутантов можем спокойно спокойно поговорить с жабой насчет нашего задания посмотрим что он нам даст отдадим ему сразу два задания ну что давай вот кейс смет прибора держи так глянем да точно те самые документы отлично только тут половина записи а вторую часть вояки уже успели переправить сюда на кодон что ты предлагаешь а чего тут непонятного дело сделано наполовину без содержимого второго кейса эти бумажки бесполезны нужно выкрасть аналогичный ящик хранится он тут на блокпосту разумеется будет это нелегко но оно нам необходимо так подождите мы не будем рваться в пекло сначала дадим сразу второе задание я отыскал твой артефакт в подземелье к свалке хорошая работа мессер я доволен спасибо за услугу да конечно там было друзья очень сложно вот именно из этих собак там все это ну вот вот я вам живы показал как нужно сделать так сказать что я думаю вы теперь и знаете научным опытом наверное все же вот так вот мы сделаем продадим им все ну это как вы понимаете еще не стоит гранатки немного вот так вот вот это все забирай пистолет я думаю мы оставим себе ничего потому что это не стоит комбинезон я по себе взял новый но как вы понимаете денег у меня на это не хватит ну что ж я с ним поторговал теперь можно поговорить насчет самого задания я готов выкрасть кейс блокпоста отлично рекомендую действует скрытно вояки хоть и патрулируют но делают это явно от балды ибо смену они не видели уже давно провернуть это лучше ночью в темноте у тебя больше шансов поспе если надо сил наберись понял да и смотри убивать солдат можно только в крайнем случае если они все-таки заметят тебя первыми откроют огонь по возможности постарайся обойти без шума за каждую у битвы мне приходится расплачиваться лишние проблемы с военными вредами для бизнеса вот так вот посмотрим я наверное попробую сделать и так и так то есть попробую полностью всех перемочить ну не знаю что скажет на это собственно Сидорович сколько у нас денег осталось но денег в принципе прилично что можно купить еще немного еды связано пока все в порядке бегать мы можем спокойно патронов я прикупил вот такой вот глушитель ну не знаю что нам даст для пистолета его можно также поставить и на автомат но я думаю это бесполезная затея так как у нашего советского АК отдачу мы не уменьшим только урона уменьшим с расстоянием это точно ну что ж а в следующей серии мы отправимся так сказать выкрадывать этот собственно кейс ну а эта серия получилась довольно насыщенная так что это заслуживает лайк друзья ну что ж думаю серию пора заканчивать с вами был Арзам подписывайся ставь лайк до встречи сталкера зато всего до встречи поделиться семь